И снова здравствуйте, дорогие зрители! Мы смотрим продолжение разговора с известной ведущей нашего канала Ириной Матвиенко. С продюсером и ведущей канала ТВ Матвище Ириной Матвиенко мы в рамках 13 минут уже встречались. Поводом к сегодняшнему разговору послужило завершение цикла ее программы «Народный эксперт», в которой обсуждалась концепция развития района до 2020 года. Ирина, вот в рамках обсуждения перспектив развития территории очень много и подробно говорилось о строительстве метро на территории Матичинского района. Это долгосрочные планы, перспективы, но все-таки, на ваш взгляд, насколько они реальны, как это изменит жизнь матищинцев и чья это заслуга? Вы знаете, я с удовольствием поговорю на эту тему, потому что это одна из самых обсуждаемых тем сегодня в районе, не только на районном, но и на федеральном уровне. И вместе с тем, это уже тема, когда уже сглазить ничего невозможно. И можно говорить об этом сколь угодно долго. Потому что вот этот период неустойчивости, когда говорили, будет, не будет, а если будет, то где? А может быть, в Челобитьево, да? А может быть, вообще откажутся в последний момент? Вот эта точка возврата, она пройдена. И теперь уже, насколько мне известно, и, в принципе, не только мне, и тому были подтверждения, значит, на уровне районных властей, лично от главы района это заверение, да, подтвержденное фактами, прозвучало. И вплоть до федеральных новостей, где демонстрировали кадры всевозможных совещаний, да, и на федеральном уровне с участием московских властей. Вот решение принято о том, что, да, метро будет. Кроме того, я думаю, что у мытищенцев нет никаких оснований сомневаться в том, что оно будет в черте города. Хотя, конечно, панические настроения, они все-таки, человек такое существо, когда обязательно нужно что-нибудь, по поводу чего-нибудь посомневаться. И, в общем, в интернете есть такие сомнения, что вот ехал в Москве и посмотрел на схему, а на схеме написано, вот теперь эта Калужская-Рижская ветка, она завершается возможной такой перспективной станцией, которая называется Челобитьево. В общем, народ волнуется. Но я думаю, что здесь, наверное, просто московские власти как-то обозначили себе, да. Кроме того, в Челобитьево все-таки никто не отменял там какое-то вот депо, значит, какой-то стоянка поездов. Я не очень хорошо понимаю, но вот, по-моему, вот так. А, собственно, станция, посадочная станция, она будет в районе 15-го микрорайоне. По этому поводу и управление архитектурой и градостроительства показывало уже, и в нашей программе в том числе, и в программе нашего канала «Строительный день» показывали планы, которые имеются на сегодняшний день. Но мне кажется, что здесь районные власти, конечно, сделали все возможное. И если вы отвечаете на ваш вопрос о том, чья это заслуга, ну, это заслуга очевидная, это, безусловно, заслуга районных властей, лично главы района Виктора Азарова. Вот это то, что он может по себе сказать, и сказав в том, что да, я добился. Какие изменения ждут отличницей после того, как будет восстановление? Все изменится кардинально. В лучшую, скажем? Я уверена, что в лучшую, потому что, ну, если говорить серьезно, как раз это вот была тема нашей дорожной программы, это произойдет перераспределение транспортных потоков. Это очевидно. То есть часть пассажиропотока перераспределится, люди изменят свое движение в том случае, если они до этого добирались до Москвы на автомобилях. Вот изменится поток общественного транспорта, который раньше курсировал между Медведковой и Матищами, да, то есть вот теперь, возможно, будет какое-то перераспределение между станцией Матищи и станцией Метро. Ну, то есть все изменится, я думаю, наилучшим образом. Ирина, а вы с экспертами обсуждали такое, на мой взгляд, интересный вопрос. Все-таки как будет и должна называться эта станция Метро? Может быть, у вас есть такие предложения? Вы знаете, с экспертами у нас до этого разговор не дошел, но речь шла о том, что определить название станции хорошо было бы самим жителям Метиси. И здесь варианты, кстати, в интернете, вот уже какие-то обсуждения идут, и на страницах наших районных изданий варианты предлагаются самые разнообразные, я их просто приведу как читатель, как житель. Говорят о том, что, может быть, она должна так и называться Матищи, чтобы было четко ясно, вот до этого Медведкова, да, и это Москва, а вот это уже Матищи. Возможно, ее называть по имени одной из самых известных жительниц района Нины Распоповой, да, и, возможно, это стоит назвать Распопова. Возможно, Борисовка, потому что эта станция будет вблизи Борисовки. А некоторые предлагают, что так долго мы ждали, и только нынешние мытищинские районные власти добились этого решения. Возможно, станцию имеет смысл назвать долгожданной. Ну, время покажет. Ну, раз мы с вами заговорили о перспективах развития территории, собственно говоря, ваш авторский проект, программа «Народный эксперт» был направлен на всестороннее, всенародное обсуждение концепции развития территории до 2020 года. Вот, собственно говоря, какие направления были обсуждены, каковы перспективы развития нашего района? Вы знаете, концепцию развития района до 2020 года, которая была инициирована главой района Виктором Азаровым, мы обсуждали в течение года. Фактически все стороны и все разделы этой концепции, как документы и как, собственно, вот некой программы, моделирующей дальнейшее развитие района, они все были обсуждены. То есть мы говорили, конечно, начинали с самых важных для всех людей с образования, здравоохранения, но, собственно, мы обсудили спорт, мы обсудили, экологию мы обсудили, дороги, социальные объекты, молодежную политику, благоустройство. То есть, в принципе, все то, что так или иначе моделирует жизненное пространство и в отношении чего власти какие-то перспективы для себя определяют, и финансирование под эти перспективы, мы все это обсудили. Ну, надо сказать, что очень любопытная вот эта форма обсуждения, когда в аудиторию приглашаются эксперты и вот народные эксперты, которые дали, собственно, название проекту. То есть это все люди, которые так или иначе задействованы в отрасли. Скажем, когда мы обсуждаем экологию. То есть они компетентны в этих вопросах. Да, когда мы обсуждаем экологию, да, то есть понятное дело, что у нас есть представители власти, да, то есть как экспертного сообщества. У нас есть там представители контролирующих надзорных органов. Но у нас есть и люди, которые в рамках общественных организаций этим занимаются. Есть активисты, положим, да, которые участвуют в каких-то народных акциях. У нас есть представители, скажем, общественных органов, вот как общественная палата. У нас есть люди, которые преподают основы экологии в школе. И то есть вот этот конгломерат мнений, да, то есть вот он, собственно, рождает вот те узкие места, которые есть в концепции, да, то есть какие-то добавки, дополнения, уточнения. И вот из этого... То есть в процессе обсуждения концепция изменилась. Да, насколько я вижу, да, вот я, насколько я вижу, и, собственно, глава района, который у нас участвует в каждой программе, постольку, поскольку сам заинтересован вот в этих поправках, да, уточнениях концепции, это действительно меняется. И, собственно, я знаю о том, что концепция публиковалась в районном Вестнике, в одной из районных газет. И вот она как раз содержит вот эти самые уточнения, да, и замечания, и дополнения, которые в том числе, я этим очень горжусь, появились в рамках нашей программы. И очень многие вопросы практически вызывают такое неподдельное внимание, активность и интерес в том, чтобы они были внесены. Ирина, ну вот концепция развития района до 2020 года обсуждена, когда она будет утверждена и воплощена в жизнь? Ну, мы здесь, собственно, как СМИ, наша задача обсудить, да, уточнить и, собственно, да, дать общественному мнению почву и, так сказать, какой-то объем, да, для обсуждения. Дальше, ну вот насколько мне лично известно, да, что вот на настоящий момент, поскольку все разделы концепции утверждены, она готова как документ, поэтому, собственно, глава района говорил о том, что до конца года эта концепция как документ, определяющий дальнейшее развитие района, она будет подписана, принята. Ну, собственно, никто не ждет, как я понимаю, чтобы она была подписана. Да, то есть поскольку эта концепция, она включает в себя краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные планы, и, собственно, краткосрочные планы – это и есть планы на год. И поскольку мы начали обсуждать концепцию с конца 2011 года, то, собственно, уже 2012 год, он уже, как бы, он был обсужден, и он уже реализуется. Он, слава богу, уже к концу подходит, поэтому очень много уже из него реализовано. Ирина, а можете привести какой-то пример по поводу факта включения в концепцию какого-то раздела или конкретного направления действий в рамках вашей программы? А может быть, что-то уже и было реализовано? Ну, мне кажется, что очень яркий пример – это одна из самых жарких программ. Эта программа была посвящена дорожно-транспортной ситуации в районе. Там буквально между экспертной и зоной народных экспертов завязалось очень жаркое обсуждение, потому что вопросы фактически касаются каждого. То есть если я не специалист, то я, в конце концов, житель. Я пешеход, я водитель. Я каждый день с этими дорогами сталкиваюсь. И, собственно, вот за счет того, что это очень активно обсуждалось, да, и были высказаны ряд предложений, как территориальных, так и содержательных, да, то есть что-то нужно изменить, какие-то вот дороги, проезды, выезды, да, и, в принципе, подход к решению тех или иных вопросов. Вот это получило дальнейшее развитие, и теперь, в общем, все мытищенцы знают о том, что готовится в рамках общего стратегического документа, концепции развития района, готовится целевой документ, целевая программа следующего года, которая по инициативе главы района обозначен как год благоустройства и развития дорожно-транспортной сети. Вот мне кажется, что здесь в том числе и заслуга жителей. Ирина, и, пожалуй, последний вопрос. За время ведения программы «Народный эксперт» вы сами стали одним из ведущих экспертов в сфере развития территории Мытищинского района. Все-таки ваши экспертные уже теперь оценки, каковы перспективы развития нашего Мытищинского района? Все будет хорошо. Спасибо. На этой оптимистичной ноте я прощаюсь с вами. Благодарю за интересный и живой разговор. А с вами, дорогие зрители, я прощаюсь. Всем удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!